В самом начале Владимир Елистратов объясняет цель встречи. Для принятия решений мнения отдельно взятых специалистов недостаточно. О проблемах первостепенной важности и предложениях, как их разрешить, необходимо знать из первых уст. Диалог с жителями начинается с вопроса о мусорном коллапсе прошлого года и вероятности его повторения. Региональный оператор отвечает за вывоз твердобытовых отходов по всей области. Региональный оператор нанимает исполнителей. И если выплывет какая-то проблема с отдельно взятым исполнителем, мощи этой структуры достаточно для того, чтобы перераспределить силы и не позволить какому-либо коллапсу. Среди волнующих тем – вопросы благоустройства района. Последние несколько лет внимание жителей приковано к превращению заброшенной плодушки в научно-развлекательный парк. Вопрос на твердом контроле у губернатора. Борис Александрович сам туда не раз выезжал. И в перспективе он видит, что это будет одно из знаковых мест нашего города. И у меня информация, что на этот год около 40 миллионов уже выделено. Будет возможность – выделят больше. Преобразится любимое место отдыха горожан – пруд «Девичьи слёзы». С наступлением тепла там вновь заработает музыкальный фонтан. Правда, пока один водоём вызывает у местных радость, другой приносит массу проблем. Речь идёт об озере Смолина. Когда вода прибывает, у нас подтопление идёт в посёлках. Береговой, Сухомесово подтапливает иногда, подтапливало, в всяком случае, иногда и дома по улице Новороссийской. На все вопросы жители Ленинского района получили ответы. Летом будет разрешена проблема с насосной станцией. Футбольная площадка стадиона на Сельмаше получит новое покрытие, а на автодороге «Меридиан» появятся шумозащитные экраны. Все работы будут выполнены в этом году. Мила Янкина, Антон Ступко, СТС, Челябинск.